Сегодняшняя тема наша – это освещение вообще… Маркетинг-план у нас будет в самом конце, то есть когда подсобирается очень много народов. Вначале у нас будет освещение маркетинг-планов, то есть то, что сегодня, какие сетевые компании присутствуют на рынке, что такое вообще сетевая индустрия, что такое сетевая индустрия. Начну я с освещения вообще маркетинг-планов, то есть что у нас есть сегодня на рынке, потому что очень многие люди приходят и говорят, зачем ваш маркетинг-план отличается от других маркетинг-планов. Но тот же бинар, бинар был у того, бинар был у всего. Я там работал в той компании, я работал в этой компании. Но сегодняшняя моя задача вообще это сравнить. И получается, смотрите, ребят, чтобы мне не сбиваться, мне очень тяжело будет перенастраиваться, и время я не хочу ваше отнимать, потому что у нас у всех разное время в разных часовых поясах. Кто-то у нас находится в Москве, кто-то во Владивостоке, кто-то в Якутии, и чтобы было коротко. И вот задают вопрос, чем отличается один бинар от другого. Мы работали в бинаре, мы работали в той или иной компании. Мы знаем все, мы степовый и веерный, какой только у нас бинар не был. Но на сегодняшний момент наш бинар отличается от многих компаний. И это будет, опять же, во второй части моего выступления, то, что я буду вам показывать наш бинар, я буду рисовать его, вы посмотрите, как он работает. И я хочу просто пройтись, почему сегодня очень актуально присоединиться к компании Health Priority, или приоритет здоровья, как она называется, к нашей ассоциации здоровья и процветания. Потому что на сегодня это, правда, круто. На сегодня это, правда, очень круто. Это очень денежно, это очень драйвово. Мы начинаем только развиваться. Ну, во-первых, мы делаем только первые шаги, да. У нас первые шаги, скажем так, второй месяц, когда мы очень серьезно взялись за развитие. Ну, во-первых, мы, скажем так, новая компания. У нас обновленный маркетинг-план. У нас обновленная система. У нас доработки еще сайт. То есть мы все подвижно очень делаем, очень пошагово. То есть когда поступают у нас какие-то просьбы, быстро реагируем и начинаем изменяться, да. И на сегодняшний момент, ребят, чем отличаемся мы от других компаний? Какие компании сегодня представлены вообще на рынке? Какие компании сегодня представлены на рынке? Первое, хочу затронуть то, чем бы я никогда не стал связываться. Первое, это компании под названием хайп. Хайп-проекты, да. То есть люди, которые туда заходят. Ну, первое, то, что ими движет, это алчность человеческая. Второе, это непонимание того, что хайп – это пирамида, которая живет очень недолго. И последнее время, которое у нас показало то, что работает сегодня, и быстро схлапывается, делается, как это называется, скам, да. Это несколько компаний, которые закрылись, пирамидальных. Очень серьезная компания, которая, как я говорю, Финика, да. Ну, шипела на всех углах. Куда я только в какой город не приезжал. Мне тыкали пальцы. Мы говорили, вот там сидят крутые ребята, это Финика. На сегодняшний момент где эти крутые ребята, что с ними командами? Везде заводят уголовные дела, везде идут иски. Где-то потерялись руководители этой компании, и люди пострадали на тысячи, на тысячи миллионов долларов просто. Просто осознайте, что кто-то продал квартиру, осознайте, что кто-то продал машину, осознайте, что кто-то взял большой кредит, осознайте, что кто-то занял эти деньги и сегодня находится просто в таких тяжелых долговых обязательствах. Компания «Антарес» вот тоже. Это очень сильная компания, в которой пострадали люди. Перед этим еще прямо грядка этих компаний, которая просто, скажем так, многим испортила жизнь, вплоть до летальных исходов. Люди просто не выдерживают этой нагрузки финансовой, потому что, допустим, если компания «Финика» взять там, ой, мы четыре года уже на рынке, мы там четвертый год, мы простоим еще 10 лет. Не может финансовая пирамида стоять 10 лет. Как они простояли просто там какими-то способами вливания денег делали с других небольших хайпов, чтобы только долго продержаться. Ну и самое страшное, это очень много пострадавших людей. Очень много пострадавших людей. И самое интересное, я сейчас общаюсь с людьми, и люди многие говорят, а мы ищем новый проект. Мы кинули людей, мы бросили людей, мы ограбили людей, и мы ищем еще новый проект, чтобы еще ограбить людей. Вот я этих людей вообще не понимаю, и мне общаться с этими людьми как-то некомфортно. И вот на сегодняшний момент, ребят, если вам предлагают хайп, легко заработать денег, срубить бабла, как они говорят, ты просто в кинсе, тебе не надо ничего делать. Привези за собой десяток глупых людей, которые не готовы рассмотреть серьезные бизнес-проекты, а готовы сегодня валить деньги непонятно куда. Это, знаете, я сравниваю со сказкой «Дуратино». Помните, была? Когда там кот Басилио с лесой Алисы шли по лесу и пели песенку. Пока есть на свете дураки, нам с тобой там что-то грабить с руки. И была такая долина дураков, куда ходили и зарывали маленькие такие желтенькие монетки, золотые, да? То есть и ждали, пока вырастет дерево, которое даст им плоды. Вот то же самое, это хайповые проекты. Почему я на этом заострил внимание? Потому что, ребят, сейчас взорвалось несколько этих проектов, они ушли с рынка, но на их место придут еще. И, пожалуйста, не ведитесь. И сегодня у вас есть момент, когда вы можете предложить качественный бизнес, когда вы можете предложить качественный новый бизнес-проект, новую бизнес-площадку «Приоритет здоровья» для хорошего дохода. Для хорошего дохода, для хорошего здоровья, скажем так, и хороших заработков. По доходам мы сегодня поговорим, потому что это вторая часть. Следующее, куда бы я не стал сегодня вступать или рассматривать те компании, это авторитетные компании, да? Компания со стажем. Хорошие компании. Может быть, хорошие, но продукция точно хорошая. Но это люди, которые наработали себе авторитет, которые уже вышли на определенные пассивные доходы и приходить в компанию, которая 50 лет на рынок. Но я бы не стал сегодня рисковать, потому что эта продукция уже есть в каждом доме. Если вы попали в мотивацию того человека, который говорит, слушай, ты в своем городе будешь первый, никогда не верьте, потому что уж точно в каждом доме есть эта продукция. Ну и, к сожалению, маркетинги там заточены на то, как правило, это классика, как правило, это ступенчатая классика, где вам будут максимум выплачивать 10% от товарооборота общего, и то, если вы суперлидер. Следующая, да, то есть, ну вы сами понимаете, какие-то компании. Следующие компании – это те компании, которые называются масс-маркет. Их очень много на рынке, просто люди думают, что это сетевые. Самое важное то, что о всех компаниях, допустим, если я говорю компания масс-маркет, или вот первое, о чем я говорил, это хайповые проекты, они со сцены говорят, что мы работаем как сетевая компания. Никакой схожести в сети, просто приглашение. Это не сетевая компания, это не сетевая индустрия, это сетевая пирамида, понимаете? То есть, никакой связи с сетевым маркетингом нет, потому что в сетевом маркетинге ты должен иметь какой-то товар, чтобы его продвигать, чтобы его продавать, и тебе с этого уже выплачивают определенные дивиденды, тебе с этого выплачивают определенные деньги. И вот я коснулся масс-маркета. Что такое масс-маркет? Люди заблуждаются, когда приходят в компании, где тысячи продуктов, где продукты стоят копейки, и они думают, что они сегодня придут, построят большую сеть и начнут очень хорошо зарабатывать. Ребят, не заблуждайтесь, где маленький вход, там маленький выход. Если вы покупаете там трехрублевые помадки и бежите их с каталогом куда-то продавать, ну не без обид, там компания Faberlic, допустим, или там Avon, которые существуют до сих пор. То есть вам надо выстроить большую-большую потребительскую сеть, большую-большую глубину, продавать с утра до вечера и получать гроши и копейки. На сегодняшний момент, если вы это готовы делать, в период пандемии это тяжело делать, потому что личного контакта с людьми не очень охота иметь. Выстроить это все онлайн, это очень-очень тяжело. Вот как бы компания следующая, компания «Одноднев». К таким компаниям относятся очень много компаний, которые рождаются или на Украине, или в Казахстане. То есть это компании, которые не подтверждены товаром, там выдвигаются один-два направления продукта, допустим, берутся какие-нибудь спреи или еще какое-нибудь мыло, или еще что-нибудь, и начинают это двигать. То есть это, скажем так, заувалированная пирамида. Нам надо снять деньги, нам надо продать копеечный товар, X10, X15, X20 наценка, и люди начинают на этом работать. Они пытаются на этом зарабатывать деньги. Все основано на лидерах. То есть берутся несколько пар, десятков лидеров, которые очень хорошо умеют мотивировать, которые владеют приемами НЛП и так далее. И они начинают просто качать залы. Они начинают качать залы, проходит год, люди ничего не зарабатывают, только вкладывают. Продукция почему-то не работает, но сперва все на мотивации, то, что, ой, действительно срабатывает эффект плацебо, и люди думают, что вот это работает, да. Эта таблетка, которая пришла с Америки, она одна лечит абсолютно все болезни. Не бывает такого, что одна таблетка лечит все болезни? Наверное, понимаете эту компанию, о которой я говорю. Вы понимаете эту компанию, наверное, о которой я говорю, не буду ее называть. Но они работали на одном монопродукте по генару, и второго они уже, по-моему, не получили. Вот. И я говорю, не бывает продукта, который сегодня от всех болезни. Следующая компания, которая у нас выходит на рынок, это компания прямых продаж под эгидой сетевого маркетинга. То есть это когда вам надо делать групповые объемы на реализации очень большого количества продукта. То есть это люди, которые вынуждены с утра до вечера договариваться со своими знакомыми, чтобы делать реализацию очень большого количества продукта. Вот. Ну, вы их все знаете, не буду тоже называть. Там маленькие деньги, зарабатывают только лидеры, которые делают большие объемы. Вы сами будете зарабатывать только на розницу от продаж. На розницу от продаж. Следующая категория про компании, которые выходят на рынок. Ребята, это вообще фишка. Это вообще бомба в нашего бизнеса, да, сетевого. То есть это, ну, я бы сказал, все хорошо работает по сети. Профонное радио все-таки срабатывает. Это компании с обучающей индустрией. Ребята, все хорошо. Люди получают знания. Если хорошо, ты попал в хорошую компанию, где ты получил очень хорошее знание. Но самое важное не получить знания. Самое важное научиться применять знания. Самое важное научиться применять знания тем людям, чтобы у тебя была команда. Если ты научился без практики, то, извини, я за тобой никогда не пойду, потому что просто теория без практики, она ровна нулю сегодня. А очень много компаний, которые людей мотивируют, выпускают. Они ходят там все заряженные такие. А что дальше? Поведешь за собой людей, учить людей, учить людей. Тому, чему не знаешь, не прошел на практике, но ты ведешь за собой опять учить людей, опять тому, чего сам не знаешь. Так что, ребят, все должно быть пропущено через себя. И когда ты прошел свой определенный путь, набил кучу шишек и ошибок, совершил и поднялся, и упал, и поднялся, и упал, пригласил кучу людей, очень много людей, ты получил тысячи отказов, ты научился работать в сетевом маркетинге, ты научился выстраивать сетевой маркетинг, и тогда ты имеешь право учить людей. Но это заработанный стаж. Ты должен пройти 10 лет, ты, может, должен пройти 12 лет. Не бывает, что сетевик растет, как сетевик, за год. Не бывает такого, понимаете? За него может сработать очень хорошо спонсор, но все тонкости ты все равно берешь из года в год. То есть хорошее вино всегда выстаивается. Хороший, мудрый сетевик всегда наработан опытом. И вот, как правило, если я перед вами сегодня говорю, значит, мне Бог за что-то дал этот момент, потому что я прошел свой 14-летний путь сетевика. То есть я прошел 14-летний путь сетевика, и сегодня я имею право перед вами выступать и делиться информацией. Почему? Потому что, ну, опять же, ребят, всегда должен быть анализ. Когда заходят... И последнее, то, что я скажу о компаниях, это компании новые. Как всегда, все сетевики хотят быть первыми. Вот понимаете, все сетевики хотят быть первыми, попасть в первые 100, в первые 500, в первые 1000, в первые там хотя бы 5000 в компанию, да? И вот мне интересно, как вот срабатывает вот этот внутренний механизм мотивации, когда люди забегают в любую компанию, я их тоже не буду называть, их сейчас три на рынке вышло, одна с Кореи, одна с Америки, одна с Казахстана, по-моему, и... Ой, с Китая. И люди залетают на мотивацию людей. А почему нет калькулятора? Почему нет сегодня ручки и листочка? Почему нет сегодня 15 минут, чтобы остановиться и просто сесть, просчитать маркетинг? Что я сегодня здесь заработаю? А когда касаемо продукции, мы начинаем смотреть, что дешевая продукция, которая сегодня продается с X20 наценкой, ну, извините, из-за этого они получают еще и копейки. Я думаю, что если наценка X20 хотя бы, ну, процентов 50 надо отдать в сеть. Там максимальная выплата 13%. И понимаете, когда вы начинаете разбирать тот или иной маркетинг, тот или иной бинар, и вы просчитываете, то есть какие деньги, на какой вы доход можете выйти, пригласив там 100 человек, пригласив 20 человек, 500 человек, двоих человек хотя бы. И вот эти новые компании, которые сегодня просто туда переливаются, из компании в компанию, скажем так, толпа народа, не постесняясь этого слова. Почему? Потому что они ведут за собой массы. То есть впереди идет вожак, а взади идет ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вся масса, которые не понимают маркетинга. И вот этот лидер, который выходит на сцену, он начинает качать. Он начинает просто говорить, что там заоблачные доходы, компания движется год, там компания движется полтора. Люди потом понимают, что у них куча продукта, дорогостоящий продукт, который они не знают, откуда деть, и нулевой баланс на счете. Нулевой баланс на счете, потому что изначально они не просчитали того дохода, который может быть сегодня от той или иной компании. Ребята, и вот я подхожу уже ко второй части, просто я не буду сегодня затягивать долго, чтобы у нас ушло минут 40 сегодня на сегодняшний вебинар, на сегодняшний Zoom. И вот я подхожу к нашей компании. То есть когда я получил предложение участвовать в нашем бизнесе, это был апрель месяц, господин Люкин вызвал меня в Москву, это президент компании, это человек сочинь. Первое, я пошел на личность. Первое, я пошел на личность. Почему? Потому что есть определенные критерии сетевого маркетинга, кто стоит у руля, кто стоит у руля. Есть ли у этого человека опыт сетевого маркетинга? Или этот человек просто, знаете, иной раз бывает, залетает тот продукт, и человек просто прет, как на хайпе на нем, потому что продукт залетел вообще на рынок. И вот на этом продукте человек не умеет управлять компанией. И вот из-за того, что человек не умеет управлять компанией, компания, она разрушается. И вот когда я приехал, то есть откликнулся на предложение господина Люкина, я прилетел в Москву. Первое, я пошел на доверие к человеку, потому что, во-первых, человека я этого знаю 12 лет, я знаю его историю, я знаю, что это, во-первых, не президент даже компании, а как сетевика знаю. Сетевика именно с административной части, потому что этот человек 22 года в сетевом бизнесе. Я не буду называть компании, в которых он занимал руководящие должности, но мне хватило того, что у этого человека мозг сегодня работает не только в сторону, как себе заработать, а именно в сторону, как дать деньги людям, как дать деньги людям, чтобы они заработали. Потому что этот человек сегодня понимает, что важное в сети это не президент. Важное в сети это не корпорация. В сети самое важное это люди. Это те люди, которые сегодня делают товарообороты. И мне очень приятно, что наш президент понимает самое важное, что двигатель всего процесса в сетевой индустрии и двигатель всех товарооборотов это дистрибьюция. Это те люди, которые сегодня выполняют товарообороты, делают определенные акции и работают сегодня на рынке, на рынке прямых продаж. Так что это очень важно. То есть это очень важно, что человек во главе, который сегодня стоит, человек, который думает за людей и человек, который думает о будущем компании. И человек, который сегодня думает не только о будущем компании, а человек, который думает о продвижении в новой формации. То есть очень много компаний выходит, которые по сей день рисуют маркетинг на коленке, говорят там, знаете, ждут товар полугодиями и так далее. Мы сегодня с вами работаем в современной компании, которая выстраивает свои отношения благодаря интернет-коммерции, интернет-площадке. То есть где мы в дальнейшем все будем делать заказы и ваша сеть будет работать только согласованно, если у вас есть свой интернет-кабинет, если у ваших партнеров есть возможность закупать последующие покупки только благодаря интернет-кабинету. Затем человек, который работает напрямую с Китаем, у которого большие связи в Китае и человек, который сегодня создал ассоциацию. Что такое ассоциация? У меня даже в голову не входило, что можно вообще сделать такой симбиоз сетевой компании, ассоциации прямых продаж при здоровье и процветании. То есть и ассоциация предлагает реализацию очень большим массам, очень большим компаниям, которые сегодня находятся в Китае или в других странах и не могут выйти с продуктом на другой рынок. На российский рынок, на азиатский рынок, на турецкий рынок, на европейский рынок. И сегодня наша ассоциация еще и предлагает им выставься на нашей платформе, дай нам хороший продукт. Но только именно хороший продукт, потому что если один раз человек попробовал продукт и за ним завтра уже не придут, это не хороший продукт. Зачем нам покупать, допустим, контейнер какого-то продукта, когда люди попробовав, второй раз за ним не придут. И вот здесь идет отбор. То есть господин Лютин постоянно в поиске того продукта, который будет работать, за которым придут второй, третий, пятый, десятый, будут ходить пять лет, будут ходить десять лет. То есть это будет хороший продукт. Плохой продукт или продукт, который не работает, он будет сниматься с линейки. Даже если мы сперва его не разобрали, но он потом не подошел, мы уберем его с линейки. И вот когда я выслушал всю идею, весь грандиозный вот этот план, мне хватило буквально нескольких дней принять решение перейти в эту компанию. Перейти в эту компанию. Иногда хороший, скажем так, конец чего-то, начало всегда хорошего. То есть это всегда рост. Это всегда вперед. Потому что, когда мы впадаем в период стагнации, то лучше что-то в своей жизни менять. И на сегодняшний день, ребят, первое, да, это личность президента. Второе. Второе, это с каким продуктом вы работаете. Многие из вас уже его попробовали. И я понимаю, что, ребят, сколько через меня сегодня прошло людей. Вчера, позавчера, недавно я прилетел из Крыма. Ребят, если из Крыма команда здесь, всем привет. Очень мне у вас понравилось. И я думаю, скоро приедем еще раз. И получается, второе, то, что это продукция, да. Продукция себя зарекомендовалась. Любой продукт. Я уже обращаю внимание, человек не успел выкупить статус бриллианта. Через два дня он приходит делать 10 повторных покупок. Я говорю тебе, зачем? Он говорит, у меня все, кто вокруг меня разобрали. Я говорю, приведи этих людей ко мне. Они зарегистрируются, больше тебя тревожить не будут. Они будут покупать повторные покупки у себя в магазине. Второе, это продукт. Третье, ребят, третье, это маркетинг-план. И вот сегодня о маркетинг-плане мы с вами очень плотно поговорим. И теперь я вам еще дам очень много преимуществ в компании. То есть, представляете, да, человек, который проанализировал очень многие маркетинг-планы, очень многие компании, которые сегодня есть на рынке, очень многие компании, которые сегодня есть на рынке, и пытался создать, и создал именно такой маркетинг-план, именно такой маркетинг-план, который постарался сделать без тех минусов, которые есть в других компаниях. Я вам сейчас это просто расскажу и покажу. И если есть люди, которые вновь вступившие, или которые люди сегодня сомневаются, а сомневаться сегодня не надо, потому что пара у вас идет очень быстро, он набирает очень быстро скорость, и надо запрыгивать к нам в эшелон, потому что в сетевом бизнесе есть такое понятие – быстро съедает медленного. И если вы сегодня не успели встать на это место, завтра встанет на это место другой человек, а под этим человеком будет 100 человек, и вы придете 101-м человеком, и вы поймете, что вы очень многое потеряли в доходах, в месте расположения и так далее. И если вы сегодня колеблитесь и еще не приняли решение, ребят, бросайте все и проплачивайте прямо сейчас деньги, и прямо заходите в компанию, вы ничего не потеряете, только приобретете. Так вот, о преимуществах нашей компании. Ребят, смотрите, у нас с вами бесплатная регистрация. Во многих компаниях сейчас так, но есть еще те компании, которые берут деньги за вход. Это очень большое преимущество. У нас нет PV с вами. То есть мы сравниваем маленечко с PV, потому что людям непонятно, почему иной раз у нас продукт стоит больше, чем заходит в долларах по цене. Я вам объясню, чтобы не было вопросов. Мы сегодня работаем с очень дорогостоящим продуктом. Сегодня, допустим, наши сауны, которые у нас стоят 600, а идут по системе 500, нам невыгодно ее продавать вообще по системе. Она должна продаваться по сумме около 1000 долларов. И вот из-за того, что 100 долларов вот это, да, как бы компенсирует расходную часть компании хотя бы по доставке этой сауны, чтобы вы понимали. И вот мы идем чисто те 500 долларов, чтобы максимально выплатить людям с этого продукта. Так что, ребят, чтобы у вас не было путаницы, иногда бывает у нас чуть-чуть цена превышает ту цену, которая идет на регистрацию. Так что с этим согласитесь, потому что это та часть, это очень доходная часть. И если этого избавить, то мы или продукт поднимем в цене, или тогда доходы убавим. Но я бы не хотел, чтобы мы теряли доходы, лучше продукт будет маленечко подороже, понимаете? Я вот за это всегда. Лучше мы будем зарабатывать больше и понимать ценность продукта. Я вчера целый вечер просидел в сауне. Ребят, я вышел, я настолько кайфово просто провел время вчера этот час. Выставили сразу мы в Инстаграм, на Ютуб-канал, можете посмотреть. То есть это все круто прям. То есть мы до часу парились в нашей сауне. Мы никуда не ходили. Это было все дома. Ребят, нет никаких пиви. То есть все идет о долларах. Доллар у нас демократичный, 70 рублей. Смотрите, разница еще. Сегодня доллар волатилит. И сегодня доллар у нас практически 75 рублей. Но компания удерживает его на курсе 70. Это тоже очень большой плюс, что у компании есть тут зазор, который может сегодня сдержать курс доллара. Следующее. Мы работаем сегодня по бинарному маркетингу. Что такое бинарный маркетинг? На сегодняшний момент это самый крутой маркетинг. И все последние компании, крайние компании, кому как удобно, выходят на рынок только с бинаром. Только с бинаром. Иногда включается квадробинар. Что такое квадробинар? Это когда бинар перерастает слегка в классику. У нас прием этот тоже есть. Я о нем объясню, когда буду читать сегодня маркетинг-план. И наш маркетинг-план будет коротким. Он будет буквально на 10 минут, 15 минут. Но потом я, может быть, отвечу на вопросы, если у кого-то они будут. Я постараюсь сделать емко, чтобы вопросов у вас не возникало. И кому-то закрепить этот материал. Так вот, бинарный маркетинг-план сегодня это круто. Бинарный маркетинг-план без обрезаний. И самое важное, он с переливами. То есть вы получаете не только со своих людей, которых пригласили. Это очень важный фактор. Потому что сегодня очень много компаний, которые выходят на рынок, они выплачивают только со своих лично приглашенных. У нас нет такого понятия, кто кого пригласил. Мы работаем только в команде. И здесь очень интересно работать в команде, помогая друг другу, помогая своим партнерам, помогая себе и своему спонсору. И вот здесь вы должны четко понять, что те переливы, которые могут быть от верхней стоящего спонсора, или от вас, ниже стоящим людям, это очень круто. Это очень круто. И вы все зарабатываете. Но это мы коснемся по маркетингу. Ребята, ну самое крутое, то, что можно было придумать, то, что можно было сделать своим большим плюсом в компании, это ежедневные выплаты. Ничто так не мотивирует, когда ты сегодня поработал, пригласил двоих и заработал деньги. И ты не ждешь это четыре недели. Ты зарабатываешь, их уносишь сегодня. И ты понимаешь, что завтра ты можешь сделать то же самое. Послезавтра твои люди пригласили двоих, и ты опять заработал деньги. А ты уже вроде ничего не сделал. Это уже тонкости нашего маркетинга. И ты получил эти деньги опять сегодня, и завтра, и послезавтра, и каждый день. И ты не ждешь месяц. У тебя не пропадает мотивация. И ты сегодня бежишь с горящими глазами к своему ближайшему соседу, другу, партнеру, открываешь свой бэк-офис и говоришь, смотри, я заработал сегодня тысячу долларов. Если ты зашел на дверь и подписал, но дальше вы поймете. Я заработал сегодня тысячу долларов. И понимаете, а считывают нас люди, когда у нас горят глаза. Нам верят люди, когда у нас горят глаза. И когда вы получили тысячу долларов, вам начинают верить, вы открываете свой бэк-офис, и ваш сосед или ваш друг, который никогда не верил в сетевой, он говорит, я хочу так же. Вы приводите к своему спонсору, он вам объясняет этот бизнес. Друг приводит еще человека, вы помогаете другу со второй стороны, и друг получает тысячу долларов. И у вас начинает работать симбиоз команды. Вы начинаете работать в партнерке, вы начинаете просто работать на приглашение, на привлечение людей. И главное, вы людям не врете. Если вы человеку сказали, под тобой двое, ты заработал такую-то сумму. И человек заработал такую-то сумму, и получил ее тут же, в тот же момент, когда зарегистрировался второй. Это самое крутое, то, что есть вообще среди всех сетевых компаний. Это самое крутое. Максимально, что я знаю, выплаты есть недельные. Ой, минимальные. Выплаты есть недельные. Чтобы вот так вот каждый день, ребят, такого нигде нет. Такого нигде нет. Ребят, следующая фишка, это стопроцентный кэшбэк. Ну, скажите мне, пожалуйста, вы зашли на вход, вы взяли товар, вы взяли шикарнейший продукт, вы им пользуетесь уже в этот же день, сидите в сауне, пьете Viagra, пользуетесь прокладками, чистите зубы там, ну, все то, что у нас есть. Вы останавливаетесь после ковида, и вам еще падают деньги за это в 100%. Вы зашли на 2 тысячи, взяли товар на 2 тысячи, и вам еще 2 тысячи компания подарила. Ребят, такое бывает вообще. И вы этот кэшбэк потом тратите на повторки, и компания вам делает цену на повторки 50%, и за вас 50% компания выплачивает кэша. Скажите мне, где есть такое? Еще и вам подарок компания давит на вход, на 500 долларов, если вы зашли сейчас на 2 тысячи, активатор клеток. Уникальнейший продукт. Так вот, скажите мне, почему сегодня люди не заходят, не принимают решения на 2 тысячи? Максимально надо заходить. Максимально надо заходить, потому что очень много преимуществ. Следующее. Интернет-платформа, я уже вам сказал, то, что сегодня у нас столько продукта, завтра, когда у нас будет повышаться комьюнити, увеличивается количество людей, то продукта будет больше, потому что у нас платежеспособность будет больше, и реализация будет больше. Так что, чем больше у нас сегодня будет появляться людей, тем больше продукта мы с вами будем завозить, тем лучше будет работать платформа, тем она будет в каждом городе, в каждом селе. Так что мы с вами сделаем большие товарообороты, и сегодня эта платформа будет работать очень долгие годы на вас, на ваших детей. Так что сегодня думать нужно не единственным моментом, который сейчас. Я очень люблю жить моментом, который сейчас. Я кайфую от того, что я сейчас делаю, но я уже кайфую от того, что у меня будет завтра. Потому что я понимаю, что если мы создадим большую платформу, будут большие продажи, а у нас есть такой вид дохода 5% от всего товарооборота, повторных покупок, вы в шоколаде вообще. Но мы об этом поговорим отдельно сейчас. Следующее. Вывод и ввод денег на карту. Многие компании до сих пор обводными путями, через всякие USDT и так далее пытаются ввести деньги, чтобы только уйти от налогов. Мы работаем в белую, никого не боимся. Товар у нас идет через таможню. Он идет абсолютно в белую растаможен. Деньги у вас поступают через Яндекс.Кассу. Дай бог привяжется Тинькофф касса, и вы будете спокойно оплачивать. Просто эту неделю была заминка. Но я не буду сейчас ее открывать. Она решается. Я думаю, что в ближайшие дни она просто будет решена. Следующее. Да, но я уже сказал об этом флюсе. Это важно. То есть не играет значение, кто кого пригласил. На три вида дохода это абсолютно не играет. Самое важное. Вот теперь самая важная, самая важная фишка. 80%, 90% компаний на рынке работают по такому принципу. Ты зашел, выкупил статус. Но если ты на следующий месяц не сделал повторную покупку, а под тобой прошли товарообороты, ты не получишь денег. Вы слышали многие такое, что ты должен как делать лидер покупки на 25 тысяч в месяц. А ты должен делать на 14 тысяч в месяц. Это по разным компаниям, разные повторные покупки. Ребят, во-первых, у нас здесь минимальная повторная покупка 20 долларов, 1400. Ребят, ни о чем. Я всегда сторонник, если мы работаем в товарной компании. Я люблю себя, я люблю свою семью. Я люблю своих... Родителей у меня нет, но родителей своей жены. Я люблю своих детей. Я знаю, что они должны пользоваться моим продуктом. Спирулиной, прокладками и так далее. И у нас нет такого понятия, что мы... А сколько у вас повторка? 20 долларов? Ой, хорошо. Ребят, если вы продукт своего продукта, вы каждый месяц должны покупать для себя. И пропивать нашу продукцию. И пользоваться нашей продукцией. Но у нас условие. 20 долларов. Ни о чем. И самое важное, то есть необязательная повторная покупка. Необязательная. Если под вами не проходят повторные покупки, и вы не сделали повторку, три вида дохода вы получаете. Где есть такое? В какой компании сегодня есть такое? Скажите мне, назовите мне такую компанию. Что если вы сегодня зашли, не прокупились, не сделали личный товарооборот, и вы получили деньги? Ребят, 90% компаний вас лишит чека в этот месяц. Если вы три месяца там не сделаете, вас вообще выкинут из компании. И вы пойдете искать другую компанию, несмотря на то, что вы зашли в ту компанию на максимальный статус. И так будет, и такое будет. Понимаете? У нас такого нет. У нас такого нет. То есть повторка влияет только если под тобой повторки. Если ты ее не сделал, все виды дохода получишь. Ребят, это сказка просто. Понимаете? Вот на сегодняшний момент я вам просто, если кто-то еще не открыл глаза, пытаясь открыть глаза на тот момент, где вы сегодня находитесь, и куда вас сегодня пригласили. И куда вас сегодня пригласили, и где вы сегодня будете работать. Не работать, а знаете, раньше такая песня была «Кайфуем». Когда ты работаешь, и ты наслаждаешься от того, что ты делаешь, ты видишь счастливые лица от того, что зарабатывают люди, пользуются таким классным продуктом. И вот столько улыбок я не видел никогда, ни в одной сетевой компании, сколько я вижу их ежедневно здесь в офисе. И самое интересное, знаете, я пришел из той компании, где я работал, работал, но многие знают, да, я работал с прокладками. И все мои презентации были заточены на том, что я с утра до вечера рвал и рвал, и рвал, и рвал прокладки, дабы доказать людям, что у нас самый крутой продукт. У нас самый крутой продукт. Здесь за это время, хотя в компании есть прокладки, я даже об этом не говорю. Потому что здесь самый крутой продукт – это маркетинг. И здесь много крутого продукта. Есть быстрая реакция. Крутой продукт помазал шею человеку, и он понял, что это крутой продукт. Ребят, но о продукте я мало буду говорить, вообще не буду говорить, потому что каждый разберется. Если вы профессионал, то вы разберетесь в этом. Значит, ребят, мы приступаем к самой основной части сегодняшнего нашего марафона, сегодняшнего нашего бизнес-встречи. Ребят, сейчас у меня экран пропадет, и вы будете смотреть на свои экраны. Я буду рисовать на экране, я буду рисовать маркетинг-клайн. То есть я уже сказал все наши плюсы. Курс доллара у нас вы должны запомнить 1 к 70 идет. И вы должны запомнить тот вид дохода, что 100% кэш. У нас всего с вами 3 вида входа. 3 вида входа. Ребят, у меня пропал экран. Так, я попрошу помочь мне. Мне нужно рисовать. Ребят, смотрите. Вы смотрите на экран, я буду как бы разрисовывать. А вы будете понимать, что здесь нужно делать. Значит, вы поняли, да, то, что у нас 3 входа – 50, 500 и 2 тысячи долларов. Ребят, 50 долларов – это клиентский вход. Это человек, который клиент, который завтра может быть поднимется, сделает апгрейд. Но вряд ли такое бывает, потому что люди заходят. Я привык работать, знаете, с тем, что я всегда говорю. То есть вот этот вход, твои денежки – это твоя инвестиция в завтрашний день. И если ты сегодня думаешь о завтра, подумаешь, что проинвестировать надо 500 или 2 тысячи долларов, да? А 500 у нас, как правило, с правом апгрейда. Вы можете сегодня зайти на 500 долларов и сделать право апгрейда. Но если под вами зайдут большие статусы или много людей в день зайдет, то вы будете терять денежки. Ну ладно, о первом виде дохода. Ребят, маркетинг короткий, он очень понятный. Это самое важное. Я об этом преимуществе не говорил сегодня. Это самое важное преимущество. Потому что когда люди приходят на маркетинг, когда люди приходят в другую компанию, им начинает, простите, но извините за сленг, ну ладно, не буду употреблять это слово, пудрить мозги, пудрить мозги пиви, баллами. И вот когда человек еще выдумывает какие-нибудь там лиры корейские или еще что-то, и в итоге человек, который сидит, он вообще ничего не понимает. Он доллара не знает, что такое. Ему про биток что-то говорят, про вообще все подряд, понимаете? Человек не знает, что это такое. Он пришел получить от вас информацию. И когда вы начинаете говорить о пиви, о долларах, о разделениях, о переливах и все такое, человек на 10-й минуте крестится внутри себя и думает, как отсюда убежать. Так вот наш маркетинг, он очень короткий, он рассказывается за 10 минут. Не надо никого нагружать здесь. И вы просто его рассказываете очень быстро. И надо понимать, что первый вид дохода, ребят, у нас, первый вид дохода – это 100%. Это 100%. Что такое 100%? Это кэш, о котором я сказал. То есть если вы зашли на 50, вам упадет моментально 50 долларов кэш. Если вы зашли на 500, то упадет 500 долларов. А если зашли на 2000, то упадет 2000 долларов. То есть эти деньги вы потом истратите на повторные покупки, потому что повторные покупки у нас делятся что-то на 50%, что-то 60% на 40% и так далее. То есть если, допустим, первичку вы купили, но золотую эссенцию, которую мажете шею, мажете ноги за 50 долларов, то повторка, она будет для вас стоить 25 долларов. А 25 долларов вы заплатите с тех денег, которые вам подарила компания в кэшбэк. И этот кэшбэк у вас пополняемый. То есть у нас есть понятие монетизации шагов, когда вы шагаете и получаете 10 долларов за 10 тысяч шагов. И также у нас зарплата, которая нам приходит, бонусы, она делится вот таким образом. 80 на 20. Это хорошо запомните, что когда вам приходят бонусы 80, вы получаете наличными. При вида вывода этого внутренней обменники, это офис, или это вывод на карту, минус 5%. 20% всегда будет пополнение идти в кэшбэк, чтобы вы в дальнейшем могли покупать продукцию. Кэшбэк, он движимый между бэк-офисами и так далее. Второй вид дохода, ребят, второй вид дохода у нас в компании, мы его называем степовый бинар. Степ, степ это когда слева и справа появляется человек, бинар, степовый бинар. И что это такое, ребят? Мы работаем по принципу построения двух организаций. У вас есть левое, есть правое плечо. И это очень хорошо. То есть что такое бинар? Большое преимущество бинара, это когда, если у вас есть 100 человек, вы их будете расставлять от своих людей в глубину. И ваши люди будут давать вашим людям, которые пришли раньше, очень хорошие бонусы. И сейчас мы это просто рассмотрим. Простой пример. Человек, который заходит, которого вы пригласили, зашел на 500. На 500 долларов он взял продукцию, получил подарок. А сегодня кто заходит на 500, получает еще и детекстикацию. Подарок уникальный, еще подарок, ребят, но об этом отдельная история. Проведем еще несколько вебинаров по продукции, чтобы это было все понятно, с каким продуктом вы работаете. И получается, вы получаете степ. То есть вы не получаете пока, вы зашли. И если вы пригласили сегодня одного человека, и он зашел на 500, а спонсор, который стоит над вами, поставил вот этого человека, и вот этот человек зашел на 500, на 500, у вас закрывается степ. Это когда слева и справа на одном уровне появляются два человека. Закрывается степ, и в эту же секунду вы получаете 250 долларов. Они делятся таким образом. 200 вы получаете наличкой, 50 уходит в кэшбэк. 214 тысяч вы получаете в ту же секунду. В ту же секунду, когда у вас закрывается степ. И смотрите, здесь только один ваш человек. Берем, через два часа, вот этот человек приводит человека на 500, на 500 долларов. И вот этот ваш человек приводит человека на 500 долларов. Вы никого не привели, но у вас закрылся на втором уровне степ, и вы получили опять 250 долларов. Ребят, а давайте, если разберем картину на 2 тысячи, если ты на 2 тысячи, под тобой 2 тысячи, и еще один 2 тысячи, степ закрывается, и ты получаешь 50% от своего входа. Это тысячу долларов. Это тысячу долларов. И самое важное, я хочу это объяснить, что ваш статус, на который вы зашли, 500 или 2 тысячи, это ваше ограничение дохода в день. И вы знаете, у меня есть партнеры, которые превысили уже даже доход 2 тысячи в день. Так что на сегодняшний момент, ребят, думайте, что апгрейд надо очень быстро сделать, потому что вы не знаете, какие люди могут зайти под вами. И у вас очень быстро может разогнаться скорость, и вы начнете зарабатывать очень быстро. Смотрите, ребят, этот вид дохода у нас без ограничений в глубину. На каждом новом уровне будут приходить люди, ваши это люди, люди ваших людей и так далее, и вы всегда будете зарабатывать со степа 250, 1000 долларов и так далее. И смотрите, вот я нарисовал такие пустые квадратики, это третий вид дохода, третий вид дохода в компании, который называется бинарный бонус. А что это такое? Смотрите, вот на первом уровне 2 человека, на втором уровне 4, здесь у вас уже получается 8 человек вправо и влево, да, то есть не влазит у меня квадратики. И вот смотрите, допустим, в этом уровне вы получили с этого и с этого уже степ. То есть вы получили 500 и 500, 250 долларов вы получили, а этот зашел на 500, этот зашел на 500, этот зашел на 500, этот зашел на 500. Здесь получается 1 тысяча долларов и здесь 1 тысяча долларов. Вообще бинарный бонус выплачивается 10% со слабой ноги. Но здесь у нас ноги ровненькие, неважно с какой вам прилетит 10%, это 100 долларов. Это 100 долларов. То есть со степа вы получили, а с остальных людей, которые вот зашли позже, вы не получаете. Почему? Потому что, ну, принцип такой, вы получили с двоих, и с этого, и с этого вы получили, а вот с этого, и вот с этого получат уже вот эти люди. То есть с остальных вы получаете 10% с тех людей, которые не участвовали в степе. И, допустим, даже если эти люди заходят позже, не сегодня, завтра, через полмесяца, через полгода, вы все равно получите за этот бинарный бонус, потому что компьютер все равно посчитает слабую ногу, если даже в это окошко, допустим, человек зайдет через полгода. Допустим, это окно закроется через полгода. Вот, это бинарный бонус. И чем больше он идет в глубину на расширение, тем больше вы с него начинаете получать денег. Тем больше вы с него начинаете получать денег, потому что, если у вас сегодня 8, 16, 32, с одного, со второго, справа, слева вы получили степ, остальные вам пошли в бинарный бонус. Через какое-то время бинарный бонус становится больше, чем бонус со степа. А у вас ограничение сегодня 500 долларов, потому что статус. Так что подумайте сегодня о поднятии. Следующий вид дохода, это у нас самый любимый, наверное, мой вид дохода, это четвертый вид дохода, это 5% от ПП, повторных покупок. Смотрите, под вами выросла сеть. У вас 100 человек. Продукции у нас расходные материалы. Люди уже выкупили статус, люди уже в комфорте зарабатывают. И люди понимают, что надо тратить деньги на свое здоровье, на свое качество жизни. Они начинают покупать этот прокладки, этот зубную пасту, спирулину, кальций, кардицепс, лиджи, и пошло пластыри и так далее, и много новой продукции. Компьютер посчитал в месяц. Вот этот вид дохода выплачивается раз в месяц. 28 числа считается. Из того количества людей, которых вы пригласили, то есть вы пригласили первого, и 9 поколений под ним, с каждого из них вы получите 5%, 5%, 5%. Итого все считается, и вы получаете 5% от всех 9 поколений. Ребят, это круто. Это круто, потому что во многих, в 95% компаний с повторных покупок вы получаете только отлично приглашенных. Я пригласил Петю, Петя пригласил Машу, Маша пригласила Васю. Итак, у меня 9 поколений тех людей, которых я уже не знаю, но 9 поколение у меня делает повторку на 100%, и мы все 9 человек получаем по 5 долларов. Компания не скрывает свой доход. Компания говорит вам, что с повторок мы отдаем 45% всей, плюс еще 5% представительские, это 50%. Плюс всякие промо-акции, это 60%. И считайте, насколько сегодня здесь ничего компания не скрывает. Кто работает с калькулятором, у кого математический склад ума, легко просчитает, сколько сегодня компания отдает в сеть. Я вам задам еще раз вопрос. Какое есть сегодня на рынке? Есть сегодня такое подобное? Ребят, ничего подобного. Извините, говорю на эмоциях, потому что меня всегда прет от того, что я с таким маркетингом знаком. Я знаком с такой компанией. Я знаком с таким президентом. Я знаком с такой площадкой. И мы находимся сегодня с вами. Ребят, я вас пригласил в команду, не когда нас 100 тысяч человек. Я пригласил вас в компанию, когда в нашей команде еще нет, да во всей России еще нет, тысячи человек. Тысячи человек. Ребят, какое у нас с вами будущее? Через год, когда нас будет 50 тысяч человек. Вы представляете, сколько вы будете зарабатывать просто пассивного источника дохода? Если вы сегодня активный, если вы сегодня лидер, если вы сегодня будете сегодня просто не сидеть, а приходить в другие сетевые компании и говорить, хватит сидеть и говорите деньгам. Пошли со мной сегодня зарабатывать деньги. И пятый вид дохода, ребят, это 3% туристический фонд. Он выплачивается от 10% бинарного бонуса. Начисление его тоже ежедневное. И он выплачивается очень быстро, накапливается. Ребят, классный бонус. Компания очень щедра на поездке. Скоро мы, как только граница откроется, будем очень много путешествовать. Скоро будут продуманы лидерские поездки. Все только начинается, ребят. Будут обучения лидерские, будут большие семинары, будут прокачка лидеров, будет вообще прокачка людей и так далее. И вот эти деньги будете тратить просто на путешествия. Эти деньги будут просто тратиться на ваше развитие. Так что на сегодняшний момент 3% вы будете тратить, влаживать в свое развитие. Это очень круто. Вообще на этом закончился маркетинг-план. Он очень простой. 100%, 50%, 10%, 5%, 3%. Ребят, я никогда не видел такого маркетинг-плана. Сегодня у меня приходит 70-летняя женщина, и она въезжает в него за 10 минут. Сегодня ко мне приходит 18-летний студент, и он въезжает в него, никогда не работав в маркетинге, въезжает в него за 10 секунд. И говорит, вау, такое бывает? Я говорю, посчитай, посиди, посмотри. Такое бывает. И на сегодняшний момент я не беру вид дохода. Это розница. У кого получаются хорошие продажи, можете спокойно. Помощники. Можете сегодня спокойно, скажем так, работать на продаже, потому что надо обналичивать кэшбэк. Если вы его хотите быстро тратить, то наберите просто команду клиентов, которая у вас будет покупать продукцию, и вы спокойно будете еще и обналичивать свой кэшбэк. Потому что я знаю, очень многие люди в сетевой маркетинг приходят с прямых продаж, которые привыкли продавать. У них это в крови, это нужно, это потребность. И вы свою потребность здесь реализуете, потому что кайфовый продукт. И продукт, за которым вам будут, во-первых, никогда не стыдно, продукт, который вам всегда будут звонить и говорить, слушай, нам надо еще, пожалуйста, привези. А у нас простое на это как бы решение, да, зарегистрируйся. Это платформа, это интернет-магазин, и покупай там. Но если не будешь регистрироваться, то я на тебе буду зарабатывать. Все. Никогда не делайте скидки, никогда не демпингуете цену. Не надо делать такого, что, ой, ну, оно же мне обошлось по 25, а вы же находили эти баллы. Так что никогда не продавайте за 25, это закон сетевого бизнеса. Потому что если вы сегодня раз продали ниже цены, которые сегодня в интернете, два продали, все равно вселенная накажет, потому что кому-то вы делаете, ломаете бизнес. И когда человек приглашает этого человека, тот скажет, а я у него по 25 долларов купил. Так что вы не портите себе рынок сами. Есть такое, знаете, внегласное джентльменское соглашение, когда люди договариваются не ломать бизнес друг другу. И продавать, если вы продаете, то только по полной цене. Следующая это промо-акция. Хорошая промо-акция. Сегодня девчонки, которые у меня регистрировались, заходили на 2000 долларов, взяв косметику, получили стельки в подарок. Ребят, это было что-то вообще необъяснимое. Во-первых, это необъяснимо для меня, потому что такие промо-акции, они очень крутые промо-акции. Я к таким не привык. Когда покупаешь косметику, тебе дарят стельки. Это вообще крутая промо-акция. Или покупаешь 5 стелек, но тебе дают скидку хорошую. Так что очень промо-акции еще впереди вас ждет. Или ты заходишь на 2000, тебе активатор клеток. Или ты заходишь сегодня на 500, ты и так кэшбэк получил 500. А тебе дарят еще детоксикацию, извини меня. Это вообще круто. Это вообще круто. У меня, ну раз просто, ну как бы я когда, ну да, у нас очень щедрая компания. У нас очень щедрая компания, ну допустим, как бы очень хорошие подарки. Ну хватило бы и кэшбэка, мне кажется. Но если дарят, то дарят. Спасибо большое нашему руководству, нашей администрации. Ну и впоследствии мы, у нас очень большое будущее, у нас очень большое развитие. Вы понимаете, что к нам ежедневно присоединяются десятки человек в разных городах. И через какое-то время, почему я говорю, то есть наш поезд начнет заполняться. То есть сетевой бизнес работает по трем принципам. Постоянно приглашай, углубляйся с лидерами и выбирай ключевых партнеров. То есть углубляйся с теми людьми, которых ты пригласил, и ищи в глубине ключевых людей. Работай только с теми, кто влияет, слышит, делает и влияет на твой чек. Не бегайте за теми, которые от вас шкерятся, прячутся, не берут от вас трубки телефонов. Раз пригласили, делайте качественные приглашения. У нас сегодня качественное очень приглашение. Правильные телефонные звонки, правильное приглашение по интернету, в инстаграме. Не надо приглашать в сетевой бизнес. Вы приглашаете на новую интернет-платформу, которая сегодня дает большие возможности. Не теряй время, потому что сегодня желающих попасть на то место, которое зову тебя я, очень много. И так что выбери завтра момент. И прямо даже не завтра, а сегодня приедь, послушай от меня то, что я тебе расскажу. Вот это правильный, не агрессивный звонок на приглашение сегодня. Правильный выстроенный скрипт. Но об этом отдельная тема. Сегодня моя тема была, это маркетинг-план. Если у кого-то будут вопросы, вы сейчас задавайте их. Берите микрофончик, говорите. И следующее. Ребята, у нас очень большое будущее. Почему? Потому что мы с вами только начинаем развиваться. Только начинаем устраивать команду и отношения. Только у нас начинает формироваться вообще. Но не буду говорить о том, что большое влияние, не вливание товара небольшое. Во-первых, нам надо с вами набрать комьюнити. То есть людей, которым будет интересно работать в бизнесе и так далее. И очень большая просьба, ребят, лично от себя. Лично от себя, как от сетевого лидера, как от лидера своей команды, как от руководителя дальневосточного региона. Я вас очень прошу, не теряйте время. И когда вы получили такой заряд сейчас мотивации, берите телефоны, делайте правильные звонки и приглашайте, чтобы завтра ваши офисы кишили от тех людей, которым завтра нужно здоровье и процветание. Которым нужно завтра выздороветь, быть здоровым, профилактировать свое здоровье и зарабатывать очень и очень хорошие деньги. Ребят, у меня на сегодня все. Час у нас прошел очень быстро. Так что я жду вопросы. Вы можете мне их задать, если что-то непонятно было. Ну и мы будем продолжать такие эфиры сейчас пока раз в неделю по четвергам. А потом мы будем учащать эти эфиры, потому что спикеры будут меняться, спикеры будут разные. Обучение надо давать массам очень мощное и большое. И по продукту, и по правильному построению, и по приглашениям, и по возражениям. Так что будем обучаться, будем создавать ту команду, которая будет не просто с хорошим маркетингом, с хорошим продуктом, но еще и с хорошим обучением. Мы будем шагать вперед, и мы постараемся выбраться во флагманы. Но это хорошее завтра. А мы сегодня находимся сегодня, и нам надо делать сегодня очень хорошее. Так что каждый день нам будет приносить успех, каждый день нам будет приносить улыбки и радость наших партнеров, если вы будете работать сегодня в команде. Ребята, у меня на сегодня все, приятно было то количество людей, у нас сегодня было почти 62 человека, очень приятно. Я думал, что мы доберем сегодня до 100 человек, но всегда не надейтесь на то, что вы переслушаете информацию. Информацию всегда получать хорошо, когда-то при личном общении. Так что на следующей встрече приглашайте своих людей, не теряйте эту возможность, потому что каждое сказанное слово – это слово, которое прожитое через себя. Это опыт, прожитый в сетевом бизнесе. Так что, ребят, очень приятно было всех видеть. Я вижу, что вопросов пока нет. Берите микрофончик, если кому-то интересно, и задайте вопрос. Женя, Вера, доброе утро. Доброе-доброе, Денис. Рад вас видеть. У меня люди спрашивают по поводу каких-то новых продуктов, что будет еще новенькое для здоровья, что планируется. Денис, я пока анонсировать не буду, потому что продукты на подходе, и руководство меня очень ругает, когда я несусь вперед паровоза. А я такой человек. Поверь мне, что в ближайшие две недели на рынок придут образцы, которые шокируют всех. Я их знаю, я не знаю. Но я тебе просто, вот при личной встрече я тебе расскажу. Все, понял. Я не имею права. Но поверь мне, что сейчас мы в Москве два дня назад договаривались о тех продуктах, но они уже на подходе. Буквально через неделю мы их получим. Опробуем. И поверь мне, что они будут интересны молодежи. Одни из них это будут в ближайшее время. Ладно, секретик часы. Часы, которые наподобие Apple Watch, хорошие прям. И вторую фишку не скажу. И по продукту будут тоже очень хорошие несколько фишек. По здоровью, то есть. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста. Всем удачи.